Доктор Кук, стресс это по-моему сейчас самый большой враг всех и вся. Стресс это серьезнейший фактор, вызывающий многие недомогания и болезни, легкие и тяжелые. И давайте сегодня поговорим о том, как научиться справляться со стрессом. Быть здоровым и счастливым, о факторах стресса, о чувстве внутреннего напряжения, которое является неотъемлемой частью психических расстройств. Мы видим, что люди напряженные внутренне, даже внешне, они сохраняя печать спокойствия на лице, внутренне вибрируют, напряженные, не расслабленные. По-настоящему не отдыхают, не расслабляются. Давайте еще обсудим тему стресс и физические расстройства. Эмоциональные потрясения, адреналиновая атака, что это такое. Поговорим о том, как стресс снижает иммунитет. Как можно улучшить работу иммунной системы, чтобы не болеть. Вот сейчас как раз коронавирус, очень много говорят об этом. Ну вот. И как не подцепить, может быть, устоять. Как улучшить работу. Стресс и возникновение зависимости. Мы знаем, что многие люди по старинке считают, что решение проблемы любое – это употребить алкоголь, выкурить сигаретку или еще куда-то уйти в какую-то работу, может быть, с головой. Вот этот трудоголизм и про все забыть на свете. И как противостоять стрессу? О навыках релаксации. Вам слово, доктор Кук. Миллионы, миллионы наших зрителей ждут вашего совета, вашей лекции, вашей помощи. Я снова приветствую всех. Традиция нашего психологического клуба продолжается. Спасибо, что пришли сегодня. И у нас другой формат. Я такую встречу проводил в Русском культурном центре. 100 человек пришло на эту встречу. Негде было поставить стул. И сегодня у нас заполнены все места. Стрессом никого не удивишь. И, видимо, это настолько актуально, настолько остро стоит. Это бич нашей современности – стресс. Что такое стресс? Это то, что происходит и выбивает человека из эмоционального равновесия. Вызывает тревогу. Вызывает эмоциональный всплеск. Обязательно настроение меняется. И обязательно это вызывает напряжение. И в наше время стрессы люди понимают. Что стрессы бывают разные. Есть стрессы, которые от нас не зависят. Что-то происходит с родными, близкими. Что-то происходит на работе, с детьми. Сильнейшие стрессы. Мы живые люди. Мы переживаем. Мы переживаем. И дело все в восприятии. Один так переживает, другой иначе. Третий вообще для него это не стресс. Есть стрессы каждодневные, бытовые. Там не предупредить. Здесь не позвонить. Тут накладки какие-то. Тут желание не уступать друг другу. Стрессы мелкие, бытовые. Но они накапливаются. Особенно у людей добросовестных и ответственных. Накапливаются, накапливаются. Как слоеный пирог. Это тоже большая нагрузка на психику. Условия, которые ведут к тому, что хронический стресс. Есть стресс, когда источником стресса становится сам человек для себя. Это внутренний личностный конфликт. Между чем и чем. Хочу, но не могу. Или не хочу, но должен, должна. И вот длительное время человек находится в напряжении. И в итоге выход в симптоматику. Почему в городах больше всего психосоматических заболеваний? Это последствия стресса. У меня большой опыт. Да, 45 лет работаю. Общий стаж. В начале 25 лет в психиатрической больнице. Совмещал длительные годы с работой психотерапией. И последние уже годы только психотерапия ушел из системы здравоохранения. И с утра до вечера любой кабинет психотерапевта – это травматологический кабинет. Примеров много, много. Ну вот, чтобы объяснить, рассказать, ну вот, покажу, покажу, да. Вот, пожалуйста. Измена мужа – психотравма. Но надо учитывать, как складывалась личность. Родительская семья, папа, мама, детский садик, школа. Шло формирование личности. А личность определяет что? Особо значимое отношение к ценностям жизни. Если у человека, допустим, семейные ценности. А тут вот, измена мужа – психотравма. Особая значимость. Возникает внутренний личностный конфликт. Между чем и чем? Показываю, да. Хочу и не могу. И не хочу, но должен, должна. Вот. Выход в симптоматику. Либо в фобии. Либо в тревожное состояние. Либо это вгоняет в депрессию. Либо это эмоциональная неустойчивость. Или заглушают алкоголь. Алкоголь создает впечатление облегчения на время, да. Но от этого стресс никуда не девается. Можно говорить о способах реагирования. Способы реагирования. Способы реагирования. Нормальная, здоровая реакция на стрессы. Открытая реакция. Реакция горя. Вот она душа. Вот душа. Вот они стрессы. Вот они царапины. Раны. Открыто отреагировали. Либо бегство, либо борьба. Либо бегство, либо борьба. Выдали полностью наши свои переживания. И рана залечивается. Рана душа. Душа стремится к тому, чтобы восстановить целостность. А оказывается, негативные чувства, когда мы принимаем их, выражаем их, то это как раз тот материал, за счёт которого душа заштопывает себя. Это нитки, иголки, заплатку. Душа накладывает себе заплатку. Мы приняли, пережили боль, тяжесть, утраты, допустим. Или того, что произошло. Мы приняли, пережили. И так и говорят. За одного битого, двух небитых дают. Мы получили опыт. Мы благодаря стрессу чему-то научились. Научились. Вот. И мы учимся на своих синяках и шишках. Вот. Эти испытания просто нам необходимы. Жизнь подкидывает. Жизнь подкидывает такое, чтобы мы справились с этим. Справились. И, естественно, реагирование на стрессы, вот, открытое. Что мы чувствовали, то и выдавали. Ну, надо помнить, конечно, не унижать человеческого достоинства. Мы имеем право на выражение любых чувств. Любых. Закрытый способ реагирования. Мы подавляем чувства. Те же стрессы. Те же раны. Царапины. Но нас воспитывали ограничениями, запретами. Эмоционально-волевой блок, как привычка. Как привычка. Или химический блок. Алкоголь. Выпил 100 грамм. Дополз до постели. Мозг отравлен. Какие там переживания. На время заглушило. Да. Облегчение получили. В кавычках облегчение. Получили. Отпускаем. Отпускаем. Душа болит. Душевные раны не зажили. Нет того материала. Нет. Мы не приняли ситуацию. Мы просто заглушили. Это входит в привычку. Процесс саморазрушения пошел. А мы удивляемся, почему в городах так много психосоматических заболеваний. У того щитовидка полетела. У этого инфаркт. У этого гипертония. У этого что еще? Начинается язва желудка. Кишечка. Хронический колит. Еще. Еще. Поджелудочная железа. Диабет. Пожалуйста. Это все вот результат подавления этих чувств. Подавления. Вот пожалуйста. Правильно говорят, что в Японии после смены просто вот разгрузочные комнаты заходят в эту комнату. Начальники сделаны в виде кукол. И начинают их дубасить. Ну. Вроде как. Умники. Японцы. Умники. Отдубасили. Разрядились. Все. Пошли. Вернулись к своим женушкам. Целоваться. Обниматься. Вот. На самом деле наши люди были в Японии. Нет таких комнат. Нет таких комнат. Ну. Придумали байку. Ну. Рациональное зерно в этом есть. Но я думаю сейчас. blessing.